Здравия желаю! Совсем недавно приобрел себе отличную вещь, которая достойна того, что по ней рассказали. Это вот такая вот отвертка с набором бит от Boker. Boker Viva Toolkit Torx. Приобретал специально для обслуживания ножей. Здесь в комплекте основные биты, которыми можно собрать, разобрать ножи. 6 штук и 7-я находится в битодержателе. Здесь 15-й номер. Ну и здесь все остальные в рукояти. Удобно, что биты находятся вот в такой вот подставке. Не шатаются, не выпадают. Сидят плотно. И на подставке указан номер. Для каждой биты свой номер, свое место. И на битах тоже соответственно вот тоже есть свой номер. Вот это Т7 Torx. И соответственно в свое место он кладется. Удобно в использовании сразу, ну, чтобы не искать, не перебирать все биты, где какая, все подписано. Классно, в общем. И вот как внутри выглядит. Рукоять сама из пластика. И сверху как наплавлен, напрессован какой-то, ну, то ли резина, то ли, ну, когда прорезинен материал. Так, добротно, качественно сделано, удобно работать. Кстати, биты тоже биты отличные. Никакая у меня еще там не сорвалась, не слезалась. Все разбирал уже несколько ножей. В общем, все отлично. Кстати, сам битодержатель находится внутри магнит, который держит так довольно серьезно. Вот, видно, как притягивает. И чтобы вытащить, тоже нужно так определенное прям усилие приложить. Просто так она не выпадет ни при каких условиях. Тоже, что очень классно. Ну, и сейчас на примере ножа Кершавлинг покажу, как это работает. В общем. Для разборки этого ножа понадобятся торксы номер 6 и 8. Ну, в принципе, как и для всех остальных это как стандартные они. Полностью понятный процесс показывать не буду. Буду ставить на паузу, потому как особо чего-то там супер интересного не произойдет. Я уже его разбирал, смазывал. Как раз ну и покажу внутренности. Кому интересно, как устроены ножи с ассистом внутри. Все, одни винтики выкрутил. Теперь переставляем биту на десятую, чтобы открутить осевой. Кстати, был такой тут нюанс, я же на пару минут завис, думал уже другой нож брать, чтобы разбирать. начал крутить винт средний, а он прокручивался вместе с тем, который с другой стороны. И хорошо, что есть старая отвертка, она уже слизанная, раздолбанная, но все равно кое-как нажал, придержал и с этой стороны уже открутил нормально. Два пошли хорошо, а вот средний хреново. Бывает вот такое вот. Итак, теперь откручиваем осевой. в принципе пол дела сделано. Поддену плашку. Вот как это все дело внутри. Это, кстати, я уже разбирал, смазывал и нанес сюда, положил точнее, графитовая смазка. Оно было, ну, здесь смазка была изначально. в ножах Керша с осистом вот есть такое вот отделение, как бы отсек, где находится пружина сама расположена. И в ней с завода идет смазка. Была тоже, но не такая она, не такая темная, прозрачная, и не так много ее было. Как посмотрел я на канале у Данилы Йети, кстати, подсказал мне это Александр Сталкер, благодарствую ему за это. Что нужно обслуживать эти ножи, смазывать, потому как пружина может лопнуть, должна быть смазка внутри. И по совету тоже, как Данила говорил, лучше от графитовой смазки подходит. Вот приобрел такую графитовую смазку, положил туда так, хорошо нужно туда добрячий в этот контейнер, скажем так, где пружина находится. Ну и вот как оно выглядит. вот как работает система. Хотя да, в принципе вот нож у тебя в кармане, а внутри вот эта куча какой-то смазки, какой-то да, вот этой всей фигни, как-то уж не очень, скажем так, да, осознавать, что у тебя в кармане вот это находится всякий солидол такой, ну, а что поделать, по-другому никак. я вот это улетело. Да, в общем, вылетела пружина эта, ну, на то она пружина, конечно. Хорошо, чтобы быстро нашел. Да, все в этой смазке не очень-то оно и получается вот сам лайнер и клиночек я уже смазывал его ну, нож помимо смазки еще маслом покапал. В общем, сейчас просто так разберу вот так вот вот так это все внутри выглядит. Вот такие вот шайбочки. Та, которая поменьше находится со стороны пружины. Ну, вот вторая часть бэкспейсер пластиковый. Ну, вот и все. Дело сделано. Осталось теперь это собрать. Кстати, совет, когда разбираете, ну, лично я так делаю, я фотографирую. Разобрал, там, снял, болтики открутил, плашку снял, сфотографировал. Что-то снял, сфотографировал. Потому как, ну, легче потом в обратной последовательности, потому что я такое могу там забыть что-то или поставить неправильно. Поэтому лучше делайте фотографии на всякий пожарный. Вот еще момент. Меня так, ну, сначала я не понял, почему одна шайба большая, а вторая поменьше. И вот, которая поменьше, она, она больше не может быть, потому как он находится отверстие для пружины вот в клинке. Сюда вставляется пружина. И поэтому, ну, естественно, она больше быть не может в диаметре. Ну, вот поставил на место и теперь в обратной последовательности. меняем биту, ну и вперед. все, осталось перекрутить плашку и готово. Ну и все, последний винтик. я вот даже, эту штуку не вставлял на место и без нее особо тут силовых, точнее, там мебель какую-то собирать, разбирать, силовых каких-то там работ не нужно, хватает и этого. ну, чтобы без давления в эту часть, в заднюю рукояти. Так что, она и не нужна. Постоянно вытянута. Все, все собрано. Клиночек по центру, кого это волнует. Все работает отменно. Так что, вот такая вот реально, реально классная вещь. Отличный инструмент. К нему я шел, кстати, довольно долго. Все экономил. Даже не то, что экономил, а жал больше деньги. Все же, как обычно, для себя, что-то хорошую вещь, какой-то особенный инструмент. Все жалко. Первое, что у меня было, это я вот купил такую отвертку. Кстати, довольно отличная штука. Это на обычном рынке у дедов, у металлистов, которые там всеми такими запчастями торгуют. классная штуковина. Купил я ее, чтобы подтянуть осевой у Voyager. Первый мой такой нормальный нож, скажем так. И с удовольствием еще бы себе таких вот, ну, разных, еще бы накупил, но, к сожалению, уже, скажем так, далеко находится. Нет у меня таких здесь рынков под рукой. А строительные магазины, которые, ну, у нас один такой, единственный магазин есть в городке, купил я вот обычные такие отвертки. Там особо выбор был и невелик. И вот по цене, кстати, отвертки стоят 5 злотых. Одна уже слезалась, все уже негодное. вторая еще там, не знаю, я ей ничего не делал, больше один раз разобрал и все. Вот я потратил там 10 злотых, да, просто так, никуда. вот эта вот отвертка стоит, ну, если в злотых, 65. 65, так здесь 7 бит. В общем, короче, выгодное вложение, как ни крути, но, как всегда, к этому приходишь, что экономить не надо, тем более, на хорошие вещи нужные. Это приходит не сразу, но лично у меня. Так что, классная вещь, рекомендую всем. На этом все, конец связи. Ну, и напоследок, скажем так, по традиции, хоть и не в лесу, но все равно, вот Маша помогала мне сегодня в обзоре. Ну, еще вот вид из окна, как раз в лучах заката. Погодка супер, красота. На этом точно конец. Всем привет.